Всем привет, меня зовут Диман, мы находимся в магазине Squat в CDM на Лубянке и я сошел с ума. Сошел с ума я по какой причине? Потому что за последний плюс-минус сезон я собрал себе 4 скейтборда, 4 комплекта скейтов и сейчас я расскажу вам про каждый из них, в чем плюсы, минусы и какие-то прикольные интересные особенности. Погнали! Короче, начнем мы с самой большой досочки, самой большой рыбины из моей коллекции. Короче, прикол в чем? Этот скейт предназначен для крузинга по городу, для комфортного перемещения и отчасти для того, чтобы снимать какие-то видеоролики скейтбордического направления. Объясняю, в чем прикол. Короче, доска это Polar, к сожалению, сейчас таких досок у нас в магазинах не представлено, ну, конкретно бренда Polar. Вот. Форма у нее рыбная, ширина 8, ой, нет, ширина у нее 9,25. Вот. Она как бы прикольная, все круто и, собственно, доску с такой шириной и такой формы вы сможете без проблем найти в наших магазинах. Причем супер разных брендов, типа как Santa Cruz, Creature, так и Welcome, ну и в целом полно других разных интересных. Вот. Соответственно, крутая рыбная форма. На ней стоят классические подвески Ace. Не путать классику с подвесками AF1. Вот. Это классические Ace, которые были еще из первых поставок, поэтому на них заменены бушинги, на бушинги Bones. Бушинги Bones здесь стоят, получается, медиум. Как бы все круто поворачивает, все прикольно работает. Вот. Дальше идут колесики OJ. Колесики специальные. Они называются K-Frame. Это специальные фильмерские колеса с жесткостью 87А диаметром 54 миллиметра. На таких очень прикольно круизить по городу. Они проглатывают всякие там неровности поверхности, неровности дороги. Но, тем не менее, на них можно спокойненько пощелкать, поугарать. Это лично для меня гораздо более предпочтительно, чем большие-большие супер мягкие колеса. Ну и последнее. Это подшипники. Подшипники здесь стоят Bronson и G2. Самые обычные, как бы классические подшипники из линейки Bronson. В целом, для этого сетапа их вполне хватает. Вот. Все, что здесь представлено именно на этой доске, вы можете найти в наших магазинах. Единственное, за исключением подшипников Bronson и за исключением сейчас уже на данный момент колес OJ именно K-Frame. Именно такой жесткости. Поэтому вместо них всегда можно взять себе либо подшипники Andale, либо подшипники Peak. Вот. Они, как бы, если стоят больше 2000 рублей, значит, они точно будут работать хорошо. И, как вариант для замены колес в наших магазах, есть вот такие вот интересные колесики Enjoy. Здесь тоже нарисована такая видеокамерка. Типа они для фильмеров. Они стандартного размера, 54 миллиметра. И жесткость даже чуть-чуть помягче, чем эти. Жесткость 83А. Единственное отличие, то, что эти они такие более бочонки, типа коникл форма. А здесь форма классическая, обычных классических скейтовых колес. Вот. Но в целом их можно попробовать. Это будет очень интересно. Прикольно. Короче, следующий лот в моей коллекции. Достаточно интересный сетап. Вот. В принципе, подойдет под супер разные цели. Я бы его назвал Curb Killer. Почему? Потому что доска здесь про модель Эрика Дрессона. Доска Santa Cruz. Она классической поп-сайкл формы. Но, внимание, размер по ширине тут девятка. То есть она супер широкая, но как бы выглядит как классический скейт. Это достаточно интересное, прикольное решение. Вот. Дальше тут стоят новые подвески Ace. Причем не классика, а именно новые, которые AF1. Вот. Размером 66. Как раз-таки под доску 9. Они идеально подходят. Вот. Также тут проставки Ace стоят. Прикол в чем? То, что, например, проставки Indy, они под подвески Ace не совсем правильно, ровно и четко подходят. Там немного с разных сторон они выпирают. Вот. Поэтому я как бы взял как раз-таки под Ace проставки Ace. Как будто бы это логично. Вот. Дальше. Бушинги на этих подвесках я не менял. Потому что на AF их, в принципе, менять не нужно. Они работают очень круто, очень грамотно. Типа изначально они уже раскручены до такой степени, что можно прям поворачивать, крутить, ездить куда угодно. Вот. Так что в целом, как бы, лозунг бренда Lustrax Safe Lives, он реально работает прям с завода. Колесики здесь стоят Speedfire, Conical Full. Это такая форма у них прикольная. Вот. Ну и, соответственно, как бы, Formula 4. Суперкрутой полиуретан, который когда надо жесткий, когда надо мягкий. И жесткость здесь 99А. Размер 56 миллиметров. Я считаю, это очень прикольный, как бы, и размер, и жесткость для катания в стриту. Чтобы, типа, делать всякие там слэпи-грайнды и так далее. Это очень прикольно, забавно и весело. Но я уверен, что именно на таком скейтборде можно еще и прикольно поугарать в радиусах, потому что он реально широкий. Вот. Но не имеет форму рыбы, а имеет форму обычной доски. Поэтому, мне кажется, какие-нибудь скольжения будут очень прикольно в радиусах на них делать. Я еще пока не пробовал. Да и в целом, что мне пробовать, давайте будем честны, я не умею. Вот. И, как изюминка, на этом сетапчике стоит один борт рейл от Creature. Борт рейлы от Creature, чем хороши, то, что они такие достаточно высокие, прикольные. Вот. Многие не знают, для чего они нужны. Кто-то думает, что для прочности доски, кто-то думает, чтобы удобнее носить доску. Хотя, если ты не знаешь, как правильно носить доску, наверное, лучше ее носить за подвески. Короче, борт рейл нужен для того, чтобы скользить на всяких борт слайдиках и разных других грайдов типа Smith и Fibble, чтобы как бы минимизировать вот это вот трение типа с препятствием, чтобы точка контакта была такая маленькая и более плотная. Вот. Почему один, почему не два? Потому что как-то раз катался я на двух борт рейлах и улетел я очень-очень далеко, потому что скользится это все супер жестко, причем по любым граням, вообще не важно как. Вот. Поэтому в этот раз решил поставить только один. Ну и как бы в завершение подшипнички опять у нас тут бронсоны, но уже чуть повыше. Бронсоны G3. Вот. Как бы крутятся они так же классно, так же круто работают. Вот. Может быть чуточку побыстрее крутится. Вот. Но в целом как бы лично для меня это особо роли не играет. Вот эти вот миллиметры в кручениях. Вот. В целом как бы просто бронсоны круто работают. И это факт. Если бронсонов найти не сможете, берите андали. Либо чуть подороже пиги. Вот. Собственно весь этот сетап можно без проблем купить в наших магазинах сквот. У нас есть как доски. Причем как бы не обязательно, чтобы это была прям Santa Cruz. Именно это про модель. У нас полно досок широких, разных, разнообразных форм. Типа 8,6, 9 и так далее. Как бы все это есть. Разные размеры и разные шейпы. Соответственно полный размерный ряд подвесок Ace. Все это есть. Что касается подшипников, подшипники бронсоны сейчас конечно, как я уже говорил, в некотором дефиците. Но их можно заменить хорошими подшипниками PIC. Либо подшипниками Andale. Что касается колес, Spitfire в принципе всегда в дефиците. Вот. Но это не проблема, так как в наших магазинах можно найти супер другие разные колеса. Причем по разным ценникам. И достаточно интересные. Вот. Например, те же самые бонсы. 56 мм. Но они слегка жесткие. Они получаются даже жестче, чем... Это получается 84B это как 104А. Вот такая жесткость. Это скейтпарк формула. Как раз таки, если эти колеса поставить на подобный сетап, то будет просто идеально, замечательно и шикарно гонять в бетонных радиусах. Потому что на жестких колесах в бетоне очень классно кататься, плавать и делать трюки. Ну а если же хочется точно такой же сетап, но немного по улицам покататься. Всякие там слэпи, грайнды поделать. Есть отличный вариант. Это колеса Orbs. Тоже 56 мм. Но жесткость, как и здесь, 99А. В принципе, достаточно бюджетный вариант. И, кстати говоря, про колеса Orbs. У нас есть целый крутой видос с моими суперкрутыми корешами Кофейком и Чарси, где они раскатывают на этих колесах на парке Победы, обсуждают и решают, насколько они крутые или не крутые. Обязательно посмотрите этот видос и туда куда-нибудь там что-нибудь вставим. Колеса прикольные, бюджетные, доступные и хорошие. Советую всем попробовать. Так, следующий лот моей коллекции. По сути, это обычная классическая доска. Как будто бы ничего суперинтересного в ней нет, но попытаюсь рассказать какие-нибудь всякие интересные фишечки. Доска здесь классическая поп-сайкл форма. Это доска Flip 8.5. Это про модель Art Saari. Выпущена она как раз-таки к 20-летию выхода видоса Sorry. Если вдруг не смотрели, обязательно посмотрите. Это скейт-классика, которую нужно знать всем, даже тем, кто не катается на скейте. Было бы интересно это посмотреть. Я думаю, было бы любопытно на это посмотреть. Вот, классическая доска 8.5. Прикольный размер. Можно делать трюки. Можно делать не трюки. Можно просто кататься на ней по городу и чувствовать себя вполне комфортно. Вот. Дальше идут подвески Independent Hollow 149. Ровно под 8.5. Hollow они, если кто вдруг не знает, здесь полая ось и полый кинпин. Типа они чуть-чуть облегченные. В целом это прикольно, это чувствуется. Вот. Как небольшое добавление чисто такое кастом от меня. Здесь опять-таки поменены бушинги с родных на бушинги Bones. Здесь жесткость этих бушингов Medium. В целом как бы все бушинги Bones у нас представлены в магазинах. Можете их спокойно приобрести. Поменять на своих подвесках. Как бы протестировать. Я думаю будет достаточно интересно посмотреть, как эти бушинги работают с разными подвесками. Как это вообще будет происходить. Я думаю это достаточно интересно. Дальше здесь стоят подшипники. Опять-таки Bronson G3. Как бы своей классике я не изменяю. Своей любви, так сказать. Все крутится, все прикольно, все интересно. И как такая вишенка на торте. Здесь колеса. Колеса супер бланковые. No name. Это секретный прототип. Пока что форму имеют они таблеточную. То есть типа такие они широкие бочонки. И как бы основная их фишка заключается в том, что они 54 миллиметра диаметром и жесткостью 95А. Это такая непонятная жесткость как бы для всех. Как будто бы есть такое распространенное мнение, что если ты там катаешься в стрите, то тебе нужно там 99 жесткость. Если ты катаешься в стрите как бы как крутой чувак еще и в скейтпарке, то тебе нужно пожестче 101А. Все, что меньше 99, это какое-то что-то непонятное. То есть типа либо для крузеров, либо еще как-то непонятно, что с этим делать и как это работает. Так вот, жесткость 95А идеальная для московского стрита. Они круто работают, на них круто щелкается, они скользят. Но тем не менее они достаточно мягкие, чтобы проглатывать всякие там мелкие неровности еще не переложенной плитки. Поэтому как бы у нас в центре города немножечко плитка уже подустала, пока никто не хочет ее перекладывать. И как раз таки эти колеса идеально справляются с таким заданием. Вот. Как просто проезжать по не очень хорошему покрытию. Плюс ко всему, если ты жесткий крутой рэпер, который гоняет где-нибудь на задворках, снимает всякие разнообразные трюки по перилам, то если ты приезжаешь на спот, у тебя не очень хороший подъезд, не очень хороший уезд. Вот как раз таки жесткость 95А спасет тебя, твой трюк и вообще в целом твое катание. Советую всем попробовать. К сожалению, у нас нет ничего на замену сейчас в магазинах такой жесткости. Конечно, можно посмотреть в интернете, посерфить. Но конкретно в CDM такая жесткость полностью отсутствует. Вот. Но я надеюсь, в скором все появится и сможете попробовать именно такой сетап. Ну и, так сказать, жемчужина моей коллекции. Это вот такая вот непонятная доска. Точнее, понятная доска, но непонятно для стрита ли она или только для скейтпарка. В целом, как будто бы пофигу. Расскажу супер подробно. В общем, доска это 8,25. Как будто бы узкая по сравнению со всеми остальными. А как будто бы золотой стандарт с кейтбордингом. Если хочешь делать трюки, катайся на 8,25. Отличный размер, который подойдет всем. Вот. Доска это необычная. Доска это Santa Cruz с технологией VX. Здесь получается как. Вместо 7 слоев канадского клёна присутствует 5 слоев канадского клёна и 2 слоя карбонового материала, который сверху и снизу. Поэтому доска получается супер тоненькой, супер лёгенькой. И у неё сохраняется щелчок прям ну супер долго. То есть, как бы эта доска ещё получается с прошлой осени. Вот. И в целом она, ну как бы, ещё плюс-минус жива. И я ещё на ней покатаюсь. Дальше, что из суперинтересного здесь есть. Это подвески Ace и F1, но с оговоркой на то, что они low. Они низкие. В чём их прикол? Во-первых, это полый кинпин. Они слегка облегчённые. Вот. И они сами по себе занижены. То есть, у них типа, получается, высота 49 миллиметров. То есть, они как бы достаточно низкие. И в чём же прикол, спросите вы? Отвечу. То, что за счёт геометрии такой подвески, получается, для более высокого щелчка нужно прилагать меньше усилий. Вот. Поэтому именно на таких подвесках доска щёлкает прям супер круто и супер высоко. Вкупе с колёсами Spitfire, опять-таки, Formula 4, Conical Full. Колёса Spitfire 53 миллиметра. То есть, они как бы такие достаточно маленькие. Ну, в целом это стандарт 53 миллиметра. Но именно всё вместе это работает очень прикольно. Потому что колёса чуть поменьше, комплит чуть полегче. Соответственно, как бы на низких подвесках за счёт их геометрии получается супер высокий щелчок, особо не напрягаясь. Это вот очень интересная штука. Я прям, когда поставил эти подвески, даже чуть прозрел. Ну и подшипники здесь стоят уже Bonds. Bonds Big Balls. То есть, там конструктив какой? Вместо, получается, 8 подшипников. Ну, 8 маленьких шариков в самом подшипнике. Там стоят 6 больших. Из-за этого они, как бы, долго работают и достаточно быстро крутятся. В целом, схема достаточно такая рабочая. Крутятся они действительно супер быстро. Как бы скорость прям поражает. Ну и вообще, как бы, вот такой сетап. Очень крутой. Именно для тех парней будет, кто хочет прогрессировать. Делать какие-то прям жесткие трюки. Учиться чему-то новому. Вот. Это прям идеальный сетап. Ну, на мой взгляд. Вот. Его можно сравнить с каким-нибудь... С какой-нибудь крутой гоночной тачкой. Типа, если ты можешь что-то показать, то, типа, она сделает тебя чемпионом. А если ты лох, то ты, скорее всего, как бы разобьешься на ней. Как-то так. Ну, собственно, вот такая моя безумная коллекция из 4 досок. Все они интересные. Все они прикольные. Каждый из них под как будто бы разные задачи. Но, по большому счету, задача у нас у всех одна. Это просто кататься на скейте, получать удовольствие. И в целом, вообще не важно, на каком сетапе ты катаешься. Какие у тебя колеса, какая у тебя доска. Кататься можно на всем. Главное, чтобы тебе это нравилось. И ты получал удовольствие от этого. Короче, приходите в сквот. Ребята вам все расскажут, покажут, соберут все как надо. Кайфанете? Нормально. Вот. И самая главная новость. Нам приехали кеды Vans. Это не новые кеды, это не новая коллекция. Это такие остатки со складов. Но, тем не менее, они у нас есть. Они есть в разных размерах. И, в целом, там достаточно много интересных моделей, которые идеально подойдут для катания. И, что самое главное, это не оверпрайснутые кеды, типа, слепоны обычные за десятку мы здесь не продаем. Вот. Поэтому приезжайте к нам сюда, в CDM на Лубянку. И еще также они есть эксклюзивно в нашем магазине Squat на Таганке. Улица Большие Каменщики, 15. Обязательно туда приезжайте. Там, помимо кеда, тоже можно много чего найти. Крутого. Вот. Ну и в целом все. Спасибо за внимание. Пока. Субтитры подогнал «Симон»